Всем привет! Все мы ждем выходных, чтобы отдохнуть от рабочей недели и, конечно, увлекательно провести свое свободное время. На этой неделе выходные в нашем городском округе будут совсем не скучными. Почему? Узнайте из нашего анонса. Начнем с фестиваля крафтовых напитков из сыра «Бурый медведь», который будет проходить в усадьбе Гребнева 20 и 21 июля. Не поверите, но гостей встретит настоящий бурый мишка, а в мероприятии примут участие целых 50 российских сыроварен и фермерских хозяйств. Также будут представлены более 60 видов различных авторских напитков от производителей Подмосковья и соседних регионов. Всех пришедших на праздник ждет концертная и танцевальная программа, а также всевозможные мастер-классы и фудкорт. Каждый желающий сможет попробовать национальные блюда разных стран. Для юных участников фестиваля подготовлена анимационная программа. В игровой зоне ребят ждут батуты и аттракционы. Торжественное открытие состоится 20 июля в 13.00. Площадки будут работать все выходные до 10 вечера. Вход свободный. А как насчет культурной программы? Предлагаем вам отправиться в этот уикенд в музей. Тем более, что в нашем городском округе проходит сразу несколько интересных выставок. Например, в Щелковском историко-краеведческом музее вы сможете посмотреть на экспозицию под названием «Святые защитники земли русской». В историко-краеведческом музее «Усадьба Фрянова» можно оценить персональную выставку члена художников России Виктора Юрьевича Багрова. А в Центральном музее военно-воздушных сил Российской Федерации в Монино ознакомиться с экспозицией, посвященной развитию ВВС. В общем, выбрать есть из чего. С чем у вас ассоциируется слово «дача»? Уверена, что прежде всего с природой, свежим воздухом и спокойствием. А ассоциируется ли она у вас со спортом? Нет? А вот теперь точно будет. В поселке Загорянский на стадионе «Спартак» 20 июля, начиная с 10 утра, начнутся спортивные мероприятия, посвященные Дню Дачника. Это как, спросите вы? Приходите и сами все узнаете. Кино-кино, куда же без него? Первым делом мы сегодня расскажем вам о ну очень долгожданной киноновинке. Со 17 июля в прокате стартовал фильм, на который, мы уверены, вы пойдете всей семьей. Речь идет, конечно же, о короле-льве. Да-да, история об отважном льенке по имени Симба, покорившая сердца миллионов людей по всему миру, возвращается на большие экраны в новом зрелищном художественном фильме «Дисней». Знакомые с детства герои взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают правильный выбор. Благодаря уникальным цифровым технологиям, теперь их приключения выглядят максимально реалистично. Режиссер картины Джон Фавра дарит зрителям возможность разглядеть богатство красок бескрайней саванны, соприкоснуться с величием дикой природы и ощутить себя частью этого невероятного мира. А если вы желаете немного пощекотать нервишки и добавить адреналина в кровь, то скорее бронируйте билеты на следующую премьеру. Хоррор «Солнцестояние. Вековая тьма пробудется» расскажет о дне летнего солнцестояния, древнем празднике, который во всех культурах окутан мистическим ореолом. В поселении, отрезанном от мира раз в 90 лет, в этот день проводится уникальный обряд. Именно туда отправляется группа молодых антропологов. Однако вскоре после прибытия там начинает происходить нечто необъяснимое, и под светом солнца исследователям открывается настоящая тьма. На сегодня на этом все. С вами была Мария Буржинская. Отмечусь вам выходных и до скорой ночи. Субтитры подогнал «Симон»!